В чем разница между православием и протестантизмом? Влад спрашивает. Ну, вот я скажу, ну вот от себя скажу, как я даже не понимаю, а как я чувствую, сталкиваясь с протестантизмом. Протестантизм идет дорогой разума к Богу. Вот о чем я сегодняшнюю беседу начал. И то, что не входит в разум, они убирают. То, что могут понять, они оставляют. Но разум – это такой ограниченный инструмент в познании сверхъестественного. А Бог – это область сверхъестественного. Это область иррационального. И поэтому протестантизм очень сильно обеднел, отбросив все, что они не смогли понять. И поэтому протестантизм очень сильно обмерщился. По большей части, простые географически протестантизм наполняет больше Европу, Америку. Но христианство, европейское, американство очень сильно деградирует. Очень сильно обмерщается. Очень сильно помрачается. Они теряют какие-то духовные традиции, а приобретают идею гуманизма, которую они путают с духовной любовью. А на самом деле вот эти идеи гуманизма – это идеи антихриста. Это не христовые идеи. Чем больше они говорят о любви, тем больше у них почему-то срама. Потому что их любовь постоянно входит в русло земных физиологических понятий. И поэтому там далеко-далеко от Бога храмы мертвые, пустые. Вот в Европе, поверьте мне, очень... В Лондоне, в Париже, в Женеве. Вот я иду, мне показывают. Вот это был когда-то католический храм или протестантский. Сейчас в нем бизнес-центр. Сейчас в нем кафе. Сейчас в нем там еще что-то. Но не храм. Деградация происходит. Потеряли они. Потому что пошли, я говорю, путем разума в поисках Бога. А разум не может понять Бога в полной мере. Он может только отчасти разум помогать, направлять, что Бог есть, что разум видит, если это разум. Что не может быть вот эта гармония вселенская создана просто хаосом. Хаос не создает гармонии. Вот эта часть разума, которая помогает понятию Бога прийти, но познать самого Бога, это не область разума. Это область молитвы, которая происходит не в голове, а в сердце. Ну, это очень сложный вопрос. Я даже не буду ничего больше говорить. Вы просто попробуйте. Практикуйте. Знаете, когда я искал Бога, искал веру, ну, совершенно сырым был. Я в неверующей семье вырос. А у моей супруги бабушка была, она к баптистам попалась здесь, в Орске, в старом городе. Ну, я так как искал, но ничего не понимал. И я поехал с ней на баптистское собрание. Я вот там посидел, но я попал действительно на собрание. Там не было, знаете, вот этого мистического зерна, которое необъяснимо говорит тебе о присутствии Божьем. Там говорили о вере, о Библии, но вот таинства не было там. И потом мы с ней по старому городу идем, уже на... чтобы поехать на Гагарина, сесть на автобус. И я вдруг ей говорю, ой, извините, вот тут, по-моему, где-то был православный храм. А тогда был единственный молитвенный дом Покровский у нас. Не было еще вообще никаких храмов. Я говорю, бабушка, вы идите, я вот забегу сюда, а потом вас догоню. И первый раз я, когда зашел вот в храм православный, это уже было не здание, наполненное какой-то темой. Он был наполнен не темой, не идеей, а он был наполнен Богом. И это не объяснишь. Насколько были разные вот ощущения после того собрания. И даже я попал в храм-то после службы, в пустой храм уже. Но он был наполнен мистикой. Не просто какими-то философскими понятиями. Субтитры создавал DimaTorzok